Мы понимаем, что разные техники, вот все-таки, да, вот из всех рассказов, которые сейчас были, можно сделать вывод о том, что мы как бы подходим, да, с разных сторон, и каждая вот эта вот, каждый подход наш, он создает целостное восприятие и взгляд на наше тело, и дает нам возможность изменения. Продолжаем изменения. Сегодняшняя техника, она будет у нас больше направлена вот чисто для личностного применения, для себя любимого, для себя любимой, и она базироваться будет как раз на целостности того, что мы будем работать с нашим эмоциональным состоянием, да, и с нашим телом. И у нас новый автор, его зовут Стэнли Филимон, это психотерапевт, который изобрел, такую область психологии, которая называется формирующая психология, или формирующий процесс, или организующий процесс. Что такое организующий процесс? Келлиман взял за основу видения мира в целом, да, и нас, человеческое тело, как составляющую в этом мире. И пришел к выводу, что все, как в мире, так и в нашем теле действует по одному и тому же принципу. И он назвал этот принцип, организующий принцип, этот принцип, который создается некой определенной такой волной. Волна состоит из двух составляющих. Это расширение и сжатие, или по-другому, вовне, да, вовнутрь, ну, или по-другому, возникновение и отпускание. Да, расширение и сжатие. А если мы возьмем нашу мышечную систему, да, вот оно напряжение, да, вот оно расслабление, вот у нас как раз будет сжатие, да, и отпускание. И если мы будем смотреть на мир, в мире все так происходит, да, начиная, там, если в нашем теле мы возьмем, возьмем сердце, да, все, наверное, видели где-нибудь там на видео вот эту картинку, как сердце, вот оно сжимается, расширяется, сжимается, расширяется. А наглядная картинка такая мне очень нравится, вот ребенок, когда сосет грудь, грудь, а вот это вот движение, он еще маленький, а он уже включен вот в этот процесс, да, сжатия, расширение. И все в мире, и к чему бы мы ни, на что бы мы ни бросили свой взгляд, оно тоже будет связано вот с этой волной, сжатие, расширение, сжатие, расширение. И все бы было замечательно и хорошо, но мы с вами же тогда бы ничего бы не делали, но сжимались да расширялись, сжимались бы да расширялись, и все было бы хорошо. И поэтому все очень в мире хорошо и грамотно устроено, и для этого вот в этот процесс сжатия и расширения приходит нарушение этого процесса. И у нас происходит либо сжатие есть, да, а расширение нет, либо расширение нет, а сжатие есть. Переходим к нашему телу. Как это формируется? Это формируется, ну понятно, где и когда, да? С нашего самого там детства все это начинается. Как происходит процесс нарушения? Есть волна. Расширяется, сжимается, расширяется, сжимается. Вот мы там, вот, вот, вот. Мы даже дышим. Расширяем? Да. Приходит сбой. Сбой приносит в наше тело некое напряжение. Напряжение здесь, в данном случае, может быть как напряжение, как гипер, да, так и напряжение в плане того, что мышца расслабилась и не может напрячься где-то там, а мы ее не отфиксировали. А вот это самое напряжение после сбоя, когда оно повторяется, да, сбой напряжения, сбой напряжения, когда несколько раз это повторится, то у нас формируется некая модель поведения. И мы начинаем уже далее, в разных других ситуациях, поступать не так, как предполагается в мире расширение и сжатие, а мы начинаем поступать по модели поведения. Самое простое, что у нас с вами, как это у нас формируется, формируется через... Давайте мы сначала попробуем расширение и сжатие, а потом мы будем нарушать. Да, давайте вот прямо сейчас сидя, не вставая, а потом еще стоя тогда сделаем. Начнем осваивать сначала волну, а потом создадим сбой. Или выявим те сбои, которые уже у нас с вами есть. Но мы-то сейчас технику берем какую. Мы знаем, мы ей можем сразу же с вами создать сбой и сразу же его убрать. Итак, давайте просто сейчас попрактикуем расширение и сжатие. Займите неудобное для вас положение. Это вот универсальное такое упражнение, которое очень классно показывает сжатие и расширение на уровне долгого такого, чтобы понять. Ну вот, подождите, до большого нет. Давайте просто, вот напрягитесь вот всем телом просто, да? Сидя напрягитесь тем телом, да? Почувствуйте это напряжение, потом раз сбросьте его. Ну вот так отследили где-то. Удалось отследить так, что вот тут мышца, тут мышца, тут все мышцы отследили? Кто сказал? Кто сказал угу? Я сказала угу и все. Нет, не все, да. Я думал, ты сказала угу все. Нет. Хорошо, теперь займите неудобное положение, вот самое неудобное, какое вы только можете занять сидя. Вы можете там как-то сесть на одну полупопицу, там на больше на одну ногу накрыться, да. Можете там скрутиться, завертеться, но сидя, да? Да, потому что сейчас мы с вами не будем менять это телоположение одну минуту, всего одну минуту, но заняли? Угу. Теперь замираем и не движемся, не меняем телоположение, но при этом начинаем добавлять напряжение. Напрягаем стопы ног, не меняя телоположение. Дальше напрягаем стопы ног и продолжаем к этому добавлять напряжение в ягодицах, ой, в игроножных мышцах. Дальше в бедрах, в ягодицах. Все ноги напряжены, тело не меняем, не движемся. Пошли дальше, спина напрягаем, добавляем, ноги продолжают напрягаться, живот напрягаем, грудь напрягаем, спину напрягаем. Все тело напрягается, руки добавляем, кисти напрягаем, до локтя напрягаем, до плеч напрягаем, плеч напрягаем. Не движемся, все тело уже напряжено, осталось только шею еще напрячь, и голову по максимуму и лицо все тоже напрягаем не расслабляемся свет не расслабляемся напрягаемся еще сильнее сильнее еще минута не прошла еще 20 секунд осталось а напрягаемся тело не меняем положение прочу пройдите еще раз по телу чтобы оно все было максимально напряжено и как только я хлопну ладонями можно резко вот смотрите мы сейчас с вами сделали а первый раз напряглись распустили да а второй раз мы максимально напряглись долго и расслабили вот сейчас когда мы напрягались ларит сейчас лучше можете уже чувствовать уже больше арт-центра проследили состояние сжатия и расширения а что сейчас в теле происходит и смотрите сейчас на самом деле вот мы долго сжимались сейчас смотрите вот если вы прислушаетесь к своему телу сейчас идет вот это состояние она идет сейчас вот такое вот прям распускание и расширение вот смотрите когда идет процесс нормальный сжатие расширения мы сейчас его так вот сделали у утрировано очень тогда а тело вот так вот у нас все радуется не не надо там бабочек ждать там или чего там химии она сама создается а мы напряжением перекрываем вот эти вот все процессы которые должны происходить и так теперь значит вот волна пошли теперь к нарушениям и сбой как создаются сбой часа попрактикуем на себе как создаются а три основных состояния в детстве которые через которые создаются сбой а потом и дальше в общем тоже есть где-то укрепляются где-то новые создают это сидеть стоять молчать да сразу раз есть какая-то ассоциация давайте посмотрим как создается сбой программы через команду 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 сидеть да а смотрите напряжение создается не из-за того что нам говорят сидеть а стоять или молчать а напряжение и вот этот сбой он происходит тогда когда идет нарушение вот этого процесса мы сидим а теперь представьте что вы собираетесь вставать и в этот момент я скажу сиди да вот а начните как будто бы вставать а и почувствуете а вот смотрите подождите акцент хочу сделать на том что сегодня все наше занятие вы может быть и видите меня но где-то так на периферии вы всем своим вниманием и зрением находитесь внутри себя потому что вся техника строится на том что мы должны отслеживать а вот все 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 напряжение даже микро напряжение в нашем теле для того чтобы вытаскивать вот это все на осознание и так смотрите сейчас и так а ваша задача сейчас а начать движение вставания Но вот вы не встаете Вы сидите и вот вы Да, вы уже Я встаю, вы встаете, но вы еще не встали Но ваша задача в этот момент Отследить все мышцы, которые в этот момент задействуются Вот здесь там натянулось Здесь напряглось Здесь, например, расслабилось Вот за всем телом сейчас ваша задача наблюдать Как получается? Тренировка это долгая За один день, а уже за один час мы не сделаем Так что, о, все, я вот все мышцы начал чувствовать Ничего подобного Итак, значит Вы сейчас представляете, что вы начинаете вставать Наблюдайте свои мышцы Я даю команду И вы в момент, когда я даю команду Ваша задача отследить Изменились ли в ваших мышцах Состояние напряжения и расслабления Поехали Вы начинаете вставать Я говорю, сидеть И не расслабляясь Наблюдайте, какие мышцы в этот момент у вас сейчас напряглись Какие мышцы напряглись? Садняя поверхность, да? Так А все внимание на эту мышцу Начинаем ее усиливать Напряжение? Ту мышцу, которая сейчас напряглась Когда, да, прозвучала команда сиденья Мы начинаем ее напрягать Напрягать Потом начинаем ее потихонечку расслаблять Показываем Вот так пошагово немножко расслабили Немножко расслабили Немножко расслабили И опять напрягли И опять расслабляем Расслабляем Пошагово Еще немножко отпустили И вот так в несколько шагов расслабления Расслабили полностью ее Эту мышцу, которая напряглась И еще раз напрягли И опять пошагово расслабляем 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 А? Запотело Запотело, да Так получилось? Да Получилось? То, что схватило, это хорошо Получается? Оля Да? Оля Есть? Ага, хорошо Значит, смотрите, что мы с вами делаем Значит, этот способ по Келем он называется Аккордион 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 Да Это соединение работы мозга и мышц Переучение тела и давание команде мозгу для того, чтобы переучить его в том или ином действии давать команду в другую мышцу Вот смотрите, если, например, нам в детстве Когда мы собирались совершить какое-то движение Да, мы уже включали мышцу, нам говорили сидеть А мышца напрягалась Мы садились В следующий раз через какое-то время нам опять говорили сидеть Но, в общем, пошло повторение напряжения И после этого у нас сформировалась модель поведения И теперь каждый раз Ну, вот утрированно сейчас просто скажу Каждый раз, когда мы начинаем вставать У нас мозг дает...